До этого Александра Юрьевича Токарева знали многие в городе, как директора теплосетей, но тут уже, став головой города, вы теперь максимально публичная личность. И возникает сразу масса вопросов, касающихся вашей биографии, каких-то там личных моментов, которыми тоже, в том числе, интересуются и жители города, ну и наши читатели. Была информация о том, что вы не служили в вооруженных силах и не позволили вас здоровья. Все-таки хочется узнать, с чем это было связано, что вы? Да, действительно, я не служил в вооруженных силах, у меня хроническое сердечное заболевание, которое не позволяет принимать какие-то перегрузки физические. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день образ жизни, который направлен на постоянно поддерживание здоровья и ведение здорового образа жизни, мне позволяет справляться со всеми задачами. Ну, а нагрузки, как главы города, они, наверное, не меньше и психологические. Нет, физические, именно я говорю физические, там перегрузки физические именно запрещены. А то, что психологические, ну, я вам так скажу, и на руководящих должностях, на любых предприятиях, где бы я ни работал, они все время там где-то больше, где-то меньше, везде в определенной степени. Нечего переживать, работать надо. Работать надо и переживать не надо. Бери цели, иди выполняй, достигай цели, получай результат и получишь себе удовлетворение от результата. А когда занимаюсь ерундой, как бы непонятно, там, чем, от этого и потенциал, какие-то переживания, недостижения. Но в вашей сегодняшней работе семья вас поддерживает? Ну, да, конечно, изначально там переживания эти все были, там, насколько надо, там, такая сложная работа, когда уже, в принципе, многое в жизни достигнуто, может, как бы, пора было бы и успокоить. Поддерживает всячески. Но вот семья – это для меня святое. Вот это мое. И что у меня творится на производстве, я никогда не принесу домой, как бы, и не буду излагать. И у нас дома семейный очаг, мы дома, там, говорим о цветочках, там, я не знаю, о благополучии, там. Даже о политике стараемся не говорить и там новости не смотреть. Потому что все-таки это для каждого человека, это такое родное, это отдушина, где надо проводить, там, время с любящими тебя людьми. А производство – это своя сфера. Многих тоже удивило. То есть сейчас, как глава города, вы опубликовали свои доходы, и в вашей декларации не увидели супруги. То есть хотя при этом все знают, что вы семьянин. Да, я с Любовью Николаевну уже живу 27 лет, с самого практически детства. А до этого еще три года дружили, прежде чем сойтись. Ну, изначально вот мы все к чему-то там стремились, хранили там свой очаг, считали, как бы, ну, не понимали, для чего нужен этот штамп в паспорте, если там у нас забот много, там, дом надо реконструировать, ребятишек надо в школу собрать. И вот она, жизнь вот так вот шла. И никогда никто не задавал вопроса, ни я, ни моей супруги. Ну, он… Никто никогда никого не принуждал и не спрашивал, а почему он не женат, почему не пойдет там. Ну, мы счастливы. Для чего? Что? Зачем что-то испытывать, если мы счастливы вместе? Для чего? Ну, у каждого свои, там, какие-то приоритеты в жизни, свои какие-то убеждения. Ну, вот мы в семье еще раз, как бы, для меня это самое святое, и мы в семье вот решили, что для нас так вот приемлемо, и мы счастливы. И срок, он же говорит об этом сам. Немаловажный фактор, наверное, в любой семье – это финансовая стабильность. Люди любят у политиков считать их деньги. И сегодня уже сориентировавшись о ваших доходах, мы видим, что вы, скорее всего, в доходах потеряете с учетом вашего прежнего места работы. Ну, незначительно. Почему все-таки пошли на этот шаг? Ну, я уже сказал, что все-таки в жизни мы уже состоялись, и мы достигли практически всего. Там и дом построили, и дерево посадили, и ребятишки у меня уже все взрослые, самостоятельные, как бы и старшие, и младшие. Все-таки вот руководство городом, целым городом – это для меня еще одно испытание. Там, насколько я способен переменить этот город. Я обещал во время предвыборной кампании, когда во дворах начинал встречаться, это было много лет назад, с тренерами, тем же, как бы с жителем домов. И именно тогда, вот первый раз я услышал, Александр Ильич, а ты почему только на выборы? Вот как бы иди, мы же тебя поддержим. И это с таким клубком нарастало все от частных предпринимателей, от врачей, кого я знал. То есть, моя сфера деятельности, она охватывала очень большой круг разных сфер. И люди все чаще и чаще начали высказывать, что все-таки они хотят видеть меня в руководстве, и хотят меня поддерживать, и готовы мне помогать. И уже не стояла суть-то важности рублем больше, рублем меньше. И многих в определенный период ваше высказывание напугало, а может даже от вас оттолкнуло, когда вы сказали о том, что на пост головы города вас пригласили или предложили коммерсанты. Все-таки, кто предложил пост головы города? Ну, я же сказал ранее. Да, вот первое началось это во дворах от жителей. Потом это начало звучать и от медиков, руководителей, и от тренеров спорта. Начало звучать и от частных предпринимателей. То есть, все общество начало говорить, то, которое меня знало по предыдущим работам. Там не было такой сферы, как бы, ну, какой-то там, коммерсанты, допустим, меня выбрали, да, или там медики меня взяли, поддержали. Это вот по мере развития в депутатской линии, вот оно вот постоянно таким комом обрастало и становилось все больше и больше и больше. То есть, не было такого потенциала, который бы мне сказал, будешь главой или не будешь. Ну, и про круг общения. С учетом того, что сейчас у вас появился определенный политический статус, вы первое лицо города Ачинска, круг общения и тех людей, которых вы знали ранее, изменился? Нет, те товарищи, друзья, которые были, они никуда не отошли, они немного меньше со мной общаются из уважения, там, даже имея какие-то свои проблемы, там, внутренние, там, я не знаю, семейные. Они не обращаются, я о них узнаю, говорю, я же в этом могу тебе там помочь, там, я не знаю. Говорю, да ну, Юрьевич, у тебя сейчас столько работы, то есть, они меня так и оберегают. Единственное, что он сейчас намного расширился, конечно, до некой бесконечности для меня. Тот потенциал, как бы, который рядом был со мной, он так со мной и остался. Тот потенциал, как бы, который рядом был со мной, он так и оберегает, он так и оберегает, он так и оберегает, он так и оберегает.